Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы смотрите пятую, одну восьмую Первой лиги КВН Команды приехали самые разные Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то шутит Иногда это даже одна и та же команда Вот я не завидую членам жюри Команд еще много, а мест в сезоне осталось всего ничего А сколько именно, давайте узнаем Скажу, как человек, который пьет кашу Не густо Но еще есть На этом этапе команды покажут только один конкурс Вот тебе здрасте То есть приветствие Хотя было бы тоже прикольно В общем, свое первое Вот тебе здрасте, то есть приветствие Покажет команда КВН Сборная Иркутской области Иркутск Перед вами сейчас выступит сборная Иркутской области С берегов Байкала Байкал Это 20% мировых запасов заставок на Windows И 100% кайфовых пацану Темная ночь Заждаться ресторанами Там, где девочки танцуют с хулиганами За руку возьмут И золотые краны И пучевыми угостят молодого бармен Темная ночь Заждаться ресторанами Там, где девочки танцуют с хулиганами Ну и для начала предлагаю сыграть нашу любимую игру Города одежда Я начну Иркутск рубашка Тюмень брюки Екатеринбург шляпа И вот, когда мы расположили к себе пермского зрителя Здорово, молодежь! У нас в Иркутске после девятого класса как? Либо КВН, либо беременна в 16 А кто-то и там, и там участвовал Это кто? Откуда я знаю? Ладно, угорая, то моя малышка Арюна Она в детстве была буряткой Потом ее напугали, она такой и осталась Че, карамелька, рассказывай, че нового Да мне надоело, что нас, женщин, постоянно сексуализируют Ну ты тоже не обобщай, наверное, да? Нас, женщин Только тебя сексуализируют Такую иди сюда Я вообще балдею с нее кашля Да, я твою машину помяла Ну ничего страшного Ты просто в следующий раз за руль садись, а не на капот Арюна, а ты че такая огромная? Слышь, это вообще-то фэтшейминг А? Фэтшейминг, ты че такая огромная? Вы че правильно сказали, все, молодец, молодец Нравится? Нет А зачем с дочерью моей так делаешь? Да, мам, что тебе тут нужно вообще? Я за тобой приехала Мне завтра в больницу ложиться А ты единственный спортивный костюм из дома увезла В больницу? Зачем? Ты же здоровая Ну ты тоже здоровая Короче, как вы поняли, мы вообще все на приколе У нас в Иркутске по-другому нельзя У нас даже мэр приколист Смотрите сами Новости политики Недавно мэр Иркутска Виктор Кондрашов Участвовал в званом ужине Где можно выиграть 50 тысяч рублей И подробнее об этом с места событий Я решил потратить на этот ужин 1 миллион рублей И четвертое место забирает Виктор Да, зря он, конечно, тогда в борщ манго накрошил На самом деле мы вас немного обманули Это наш бывший мэр А он перестал быть мэром после этого? Нет, после этого Что, прокатимся? Такая вот у нас в Иркутске предвыборная гонка Ну как вы поняли, мы поющая команда Они походу не поняли Блин! Господи! Не надо паники, ведь мы не в Титанике Подпевайте мне Подпоем сейчас Иркутяне Вместе с вами Уай, какой красивый зал Никому тебя не отдам Полетит! Опа-па-па-па-па! Случилось страшное У Бати закончились интересные истории жизни Батя, ты куда? Завтра расскажу! Ты говорила за любовь, а ты не знаешь ничего Никто не скажет никогда Как любит сердце пацана Очень придирчивый Дед Мороз Я вас любил Любовь еще, быть может В душе моей угасла не совсем Но пусть она вас больше не тревожит Я не хочу печалить вас ничем Ну, признайся, не сам же сочинил Тем более за Лего Дупла надо побороться Ты говорила за любовь, а ты не знаешь ничего Никто не скажет никогда Как любит сердце пацана Ты говорила за любовь, а ты не знаешь ничего Никто не скажет никогда Парни заказали себе на мальчишник стриптизершу Но приехала вот такая вот девушка Капец, она уже два часа так танцует Так а нафига ты ее продлевал? Ну, все-таки бывшая Пусть знает, что денежка мается Танцуй, бездушная машина Ты говорила за любовь, а ты не знаешь ничего Никто не скажет никогда Как любит сердце пацана Девушка на дне рождения забыла имя именинницы Хэппи бёздэй ту ю Хэппи бёздэй ту ю Хэппи бёздэй дия Хэппи бёздэй ту ю С днём рождения Спасибо, алю Твой последний поцелуй И нам уже пора прощаться За улыбкой прячем груз Это чё вообще за песня? Кто ее поет? Ну мы же из Иркутска У тебя прям дофига вариантов Твой последний поцелуй И нам уже пора прощаться За улыбкой прячем груз Не надо нам больше встречаться Недавно у Игоря Азнабихина был день рождения И мы командой решили его поздравить Хэппи бёздэй Хэппи бёздэй Хэппи бёздэй Игорь... Арюна, ты не знаешь, какая фамилия у Игоря Азнабихина? Нет, а какая фамилия у Игоря Азнабихина? Игорь Азнабихин Загадывайте желание Будет исполнено Арюна, спасибо Давай, иди уже, наверное Пацаны, чтобы пройти дальше Нам на сцене нужен самый медийный человек в этом зале Ну смотрите У Алексея Шальнова 10 тысяч подписчиков У Владимира Маркони 100 тысяч подписчиков У Надежды Ангарской 450 тысяч подписчиков Вика Буза, миллион! Вика, если ты блогер-миллионник, ты чё ещё в России делаешь? Налоги плачу И криво не высказываюсь Зачем был нужен медийный человек? Ну мы хотим стать популярнее благодаря Первой Лиге Чтобы стать популярнее благодаря Первой Лиге Первой Лиге самой нужно стать популярнее И что ты предлагаешь? Ну, чтобы поднять медийность, нужно сделать что-то вирусное Чтобы всем захотелось это повторить Например? Теперь к вирусному Нужна коллаборация с блогером-миллионником, это есть И прямо сейчас предлагаю снять популярный танец Самым популярным полицейским в стране И вот Теперь, когда на вас подписан миллион Бурят Первая Лига действительно стала популярной А если вы не хотите, чтобы все эти люди от вас отписались Уважаемое жюри, с вас всего 4 лайка Друзья, ну и в конце Иркутск — столица Восточной Сибири Мы в Иркутске вообще любим выпендриваться вымышленными титулами Да, культурная столица Урала Сегодня в Первой Лиге выступали иркутяне И очень рады были познакомиться мы с вами Давайте с нами веселее, подпевайте люди Пройдем сезон, мы точно церемониться не будем Сборная команда Иркутска Шутим мы прикольно и вкусно Чтобы в зале не было грустно Сборная команда Иркутска Сборная Иркутской области с берегов Байкала Бить можно Мы проверяли, спасибо Спасибо, команда выступила и ждет слов жюри В основном, конечно, приятных Сейчас каждый член жюри скажет «да» или «нет» Если мы услышим 4 «да», тогда команда проходит в сезон Если мы услышим 3 «да», тогда команда отправляется в режим ожидания А 2 «да» — это нет Тот случай, когда плюс на плюс дает минус Киров подарил нам два агрегатных состояния кайфа Первое — это вятский квас А твердая его версия — шоумен, телеведущий Владимир Маркони Привет, я Владимир Маркони, телеведущий, YouTube-дарование, легенда, обладатель ТЭФИ Я очень благодарен всем членам жюри за то, что на их фоне я выгляжу объективным, честным и непредвзятым человеком Говорю как есть В отличие от Леши Опа! Ребята, Иркутск, привет! Прекрасное выступление, отличное начало Это, конечно, априори, что все, кто выходит на эту сцену, они амбициозны, хотят добиться большего Великолепное начало, поэтому я скажу им Нет, впереди еще очень много команд, которым нам нужно определить, они проходят или нет К тому же мест остается мало, в режиме ожидания у нас пять команд В общем, ну, конечно, нет Спасибо, Владимир Ради острых ощущений он берет ипотеку на выходные Заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Продюсер Рубен Портивян Добрый вечер Не соглашусь с Владимиром Команда замечательная Хорошо шутила И я говорю «да» Спасибо большое, Рубен Следующий член жюри предпочитает смеяться на КВНе А не на работе Но получается не всегда Депутат Государственной Думы Ирина Ивинских Меня зовут Ирина Ивинских Я депутат Государственной Думы Российской Федерации И мама Пермского КВН Да-да, я люблю всех КВНщиков Но особенно Пермских А еще я люблю атмосферу Я люблю этих людей Особенных, других, ни на кого не похожих Моих любимых КВНщиков Дорогие друзья, но тут даже больше не потому, что я депутат А, наверное, в большей степени потому, что я педагог Ребята только первые вышли на сцену Им было очень тяжело Зал очень хорошо встречал Первых надо поддерживать Ну, я так считаю Ну, да ведь Я говорю «да» Чемпион высшей лиги Резидент Камеди Клаб Актер К двадцати девяти годам у него уже есть все Кроме конфликта с командой из Иркутска Алексей Шальнов Как думаете, мне сказать сейчас «да»? Да! А давай, чтобы у ребят как-то нервишки сейчас немножко щекотило Скажи им «нет» Можно, не надо А Надя уже скажет еще одно «нет» Вот это будет прикол Слушай А действительно Ребята, да! Для нее царица – это не песня Анны Асти А ее титул в любом караоке Актриса и певица Надежда Ангарская Да, конечно КВН уже не тот КВН уже не тот Ну, честно, я уже не та Давайте будем так И, конечно, я приехала сюда голодная Голодная до юмора Накормили вот так меня, конечно Очень классные ребята, очень классные Я говорю «нет» Режим ожидания Команда сборной Иркутской области Отправляется в режим ожидания Всем привет! Это Лена Углева Я – NFT-хозяйка Первой лиги Долго думала, в каком образе Перед вами появиться Кто-то любит кошечек Кто-то – собачек А кто-то не любит искать светофоры на картинках А я люблю, когда командам кто-то помогает Поэтому – благодарности спонсорам команд Сборная Иркутской области Благодарит ООО «Иркутская нефтяная компания» В лице седых Марины Владимировны И Якова Борисовича Гинсбурга Сеть АЗС «Крайснефть» В лице Минина Андрея Владимировича И Козлова Константина Леонидовича Министерство по молодежной политике Иркутской области В лице заместителя министра Иванова Ильи Николаевича А также индивидуального предпринимателя Зубкова Михаила Петровича И, конечно же, Виктора Кондрашова За контент С каждым разом этот вопрос Создает все большее и большее напряжение Сколько же мест осталось в сезоне? Да смотри это видео до конца «Если ты бурят» Проверим, сколько подписчиков у Вики Бузы А сейчас представляю вам Следующую команду Команда по-новому ПГНУ «ПЕРМЬ» Всем привет! Мы команда КВН по-новому из города Пермь Мы в этом году попали в список участников первой лиги КВН Но так сложилось, что мы не можем оказаться в Перми и принять участие в отборе Потому что прямо сейчас мы находимся в Москве на съемках телепроекта «Лига городов» на ТНТ И наше командовать Ребят, сау вам! Вот так вот скажу Все Только что был в метро Это вообще мега неудобно Там, прикиньте, в метро люди толкаются А у меня, знаете, какие толчки мощные? Баллов 7-9, амплитуда идет Трясется сейчас Москва Еще у нас есть друг Миша, который что бы ни говорил, но почему-то не верится А вы что тут делаете? Мы снимаем видео, что не можем принять участие в первой лиге Почему не можем? Телепорты для кого придумали? А, я вам забыл рассказать, у меня телепорт есть Но только пока им пользуемся только я и Филипп Киркоров Я для удобства, а Филипп сейчас просто принципиально дверей избегает Вот так Ну и что мы тогда здесь стоим? Пошли через свой телепорт Видите какая ситуация? Телепорты очень опасны для ноунеймов Доминик Джокер использовал телепорт И где он сейчас? Пропал в невесомости Ну как это? Не бытие или что он там делал? Ну, получается не можем, что? Но несмотря ни на что, мы надеемся, что в этом году для нашей команды все-таки наступит время ЕСМЕНТО! 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 Вот и подтверждение, что КВНчики не только веселые, но и находчивые А еще у них есть видеокамера К голосованию Так, давайте начнем с Алексея Шального Вау! Ну легкотня, Леш, давай! Смотрите Мне не понравилась подготовка этой команды Ребята, берите пример с Берсерка Команда приехала, показала стопроцентный материал Заняла у нас ровно 15 секунд Не вызвала вопросов лично у меня Я думаю, вы сейчас сидите и жалеете, что вы не взяли команду КВН Берсерк Смотрите, на самом деле мне просто кажется, что это не совсем будет правильно сказать ребятам «да» по одной причине Несмотря на то, что они пермики, я думаю, те, кто в зале согласятся со мной Надеюсь, вы же справедливые люди Ребята, помолчите Алексей, ты выходишь из зала первой под охраной Смотрите, ребята участвуют в Лиге Городов Респект, молодцы Давайте похлопаем им, это классно Но мне кажется, что они погнали за двумя зайцами И пусть они сконцентрируются на Лиге Городов, а я им скажу «нет» Что-то я не понял А что ж это мы, что ж так категорично-то, Алексей? А? Ребята вроде все нормально объяснили Сказали, что мы не можем Мы в Москве сейчас находимся У нас Лига Городов на ТНТ Ты же тоже с ТНТ? Алексей, а почему я не чувствую вашу любовь, а? 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 Не, мне эта ситуация не нравится Я сейчас твоему старшему буду звонить Батрик, сау, братан, вот так Сау, Миша Леху Шального знаешь? Леху знаю, конечно, отличный парень Прикинь, я сейчас на КВН, он мне говорит, я дальше не прохожу Скажи, что ты его нагнешь Не, ну мы с ним вместе выступаем Он практически мой партнер уже Я не могу, я его уважаю Угу, понял, спасибо Леша, Леша, а че ты смеешься, капец тебе? Он всегда так говорит, когда очень злой Леша, ты был хорошим резидентом комедий клаб, но такова судьба Ну ладно ты, но думаю остальные-то скажут за меня, да? Маркони Маркони, братик, ты че? Мы же с тобой с детства вместе выросли Один тибетский монастырь заканчивали, помнишь? Ты же единственный в мире скинхед с добрыми глазами, а? Да Сходство Глаза, как у этого, у кота из Шрека Ну, только ты был бы сфинкс На фантазию, так Надежда Ну, с вами, конечно, не знакомы А вы тоже с ТНТ? Ну вот, кстати, вашу любовь я чувствую Есть, есть Ну и тем более Надежда Надежда Я свой ответ получил, как бы Ну я нормально, мне хватает Ооо, кого я вижу? Руби-бой Руби-бойчик Я же его сосед сверху Ну, в списке Форбс Кстати, Рубик, я тебя сейчас топлю Вот так вот, всё Ирина Валентиновна, ну вы сегодня прямо супсовая Видно Прям стиль Да, с иголочки Такой стайл Такой вайб Такие грилзы Меня очень сильно попадает сейчас Кстати, Ирина Валентиновна А вы же единственное в жюри отчеством обладаете, да? Да Та сильно Та неплохо Молодцы Я даже спрашивать не буду, я знаю, что вы за меня Всё, всё мне Ну вот, видишь, Лёша А как-то так случилось, что все за меня А ты один против А я тебе больше скажу, есть ещё один человек, который может меня поддержать Лёша, привет, ты чё, где сейчас? Привет, я на съёмках нового сезона «Реальных пацанов» В смысле, они же закончились? Да не, не, не закончили А мы просто не знали, как Азнобихина слить потом Он же, ну, душный тип Лёша, Лёша, я сейчас на мероприятии, и он тут ведущий, ты на громко слышишь? Азнобишкин ведущий? Да Вы на дне полиции Карагаев, что ли? Что за колхозное мероприятие? Да Ну, Игорь, а что ты хотел? Ты ему постоянно «Базана», «Бу-бу-бу», «Базанов» Кому это понравится вообще? Ладно, что я вообще тут перед вами выплясываю? Я на этой сцене тысячу раз уже выступал Знаю, где находится кнопка, которая сразу в четвертьфинал пускает Вот же она А, два раза надо нажать Увидимся в четвертьфинале, ребята, вот так вот Я в Москву полетел Шального больше не берём, плохо справляется парень Всё Ну всё, ребята, договорился, мы в сезоне Ну мы говорим же, он балабол Просто человек за дверью вышел, зашёл обратно, говорит, договорился Всё, пошли, ребят В смысле балабол? Я там шального на всю Пермь только что опозорил Вы чё? Ребята, там этих, реальных пацанов сейчас снимают новых Такие новости Там, прикиньте, Маркони Он вообще лысый всё ещё, хотя ему давал шампунь Бин! 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 Спасибо большое Миша, телепортируйся, пожалуйста, на сцену обратно Ну, ё-моё! Игорь, ты не мог пораньше сказать, а? Я уже одной ногой в телепорте был. Ты мне ботинок должен и носок. Найк. Всё. Так, ну что ж, команда выступила. Это было действительно по-новому. А сейчас всё будет по-старому. Выскажется жюри. Алексей Шальнов. Мы посмотрели уже четыре игры. Могу сказать одно. Не хватает свежих решений у команд. То есть юмора в целом где-то было достаточно для этого этапа, чтобы понять, что команда действительно может что-то писать. А вот именно свежих решений, ну, было на моей памяти 3-4 коллектива, которые действительно, когда вышли, я такой сделал, вау, прикольно. Поэтому я надеюсь, что сегодня пятая игра покажет нам коллективы, которые действительно приехали сюда, чтобы удивлять и давать КВНу что-то новое. Посмотрим. Здорово, братик. Здорово, братик. Конечно, Миш, я тебе говорю да. Ты красавчик. Да. Спасибо, Алексей. Ирина Ивинских. Миша и дорогая команда. Как Ирина Валентиновна, я не могу не сказать о том, что я действительно постепенно, но перехожу в следующую возрастную категорию на вашем взрослении. И это очень важно, потому что я вас помню маленькими. Даже если бы вы вообще не выступали, я бы вам сказала да. Спасибо. Что скажет Владимир Маркони? Ох, ну выступление как будто бы 1-8 сейчас, потом 1-4, полуфинал. Вот это очень похоже на финальное выступление. Материал и качество настолько как бы плотное. И я хотел бы напомнить, что Леша сказал вначале нет. И так как мы все видели выступление команды, предлагаю Леше напомнить, что он вначале был неправ, и все вместе покричать ему фу. Нет, нет, я против его. Все, я его пощадил. Он очень хорошо. Давай. Конечно. Все. Все. Леха нормальный пацан. Иди. Судите нас двоих. Иди. Спасибо. Ну это, конечно же, да. Это было очень круто. Это да от Владимира. Рубен Портивян. Осталось всего два эфира. Все равно продолжаю говорить вам да. Вы проходите дальше. Мои коллеги, видите, все зависит от них. Они говорят, большинство нет. Действительно, у ребят через два дня съемки в Лиге городов. Что мы вам желаем, чтобы вы там прошли дальше. А тут, конечно, вам да. Да. И таким образом команда по-новому проходит в сезон Первой Лиги. Команда КВН по-новому благодарит правительство Пермского края и губернатора Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича. Выражает благодарность руководству Пермскому государственного национального исследовательского университета, руководству чемпионату КВН при Камье за всестороннюю поддержку. Мест в сезоне осталось еще меньше. А именно... Ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, что еще, кроме ведущего, вам понравилось. А мы встречаем следующую команду. Команда Камбаламба. Псков. Здравствуйте. С вами команда КВН Камбаламба. Ну привет. Привет, Первая Лига, весна, хорошее настроение. Раз. Потребая колес. Саша. Блин, я больше не дам тебе глицин перед игрой. Как это не дашь? Я же умру. Смерть, смерть, смерть. Саша. Регина. Саша. Регина. Александра. Регинандра. Блин. Мы про Псков хотели рассказать. Ты взяла краеведческую справку? Да, конечно, все в порядке. У меня нет краеведческих заболеваний. Про город расскажи. А, мы приехали из города Пскова. П-С-К-О-В. Псков это круто. Круто в натуре. Псков начинается там. Саша, фу. Ну-ка брось рэп. Брось рэп. Йоу. Ага. Брэ. Все, извините за рэп. Все, ты наказана. Пять минут без фотографий Машкова. А почему у него губы масляные? Мы курочку ели. Чего? Ладно, я ела. А потом мы целовались. Фу, Саша, ты серьезно? Да забей, я это все придумала, чтобы не вспоминать, что я одинока. Ну че, сидим, лес и точим. Давай людей смешить. Ой, девки, смотрите, а вы это в рамках базы или рофлите? Просто пока что тот, Олег Ренш. Парни, смотрите, вы думаете, что вас все поняли? Ну нам бы какие-то субтитры. Подожди, подожди, вы кто такие вообще? Так, спокойно. Мы молодые комики Даня и Ваня пришли вам помочь, потому что ваш подход немного устарел. Че это устарел? Ну какой рэп, какой Машков? А название ваших номеров? Каверзные сучи на передаче Фазенда. Фазенда? Вот именно. У группы Дюна банкомат не принимает 50-рублевую купюру. Девки, это все не то. Современный юмор должен быть более острый, понимаете? Квен в целом уже устарел. Давайте лучше поиграем в прятки на раздевание. Вань, зачем нам голые женщины, если мы не знаем, где они? Так, вы тупой, толстый и Даня. Слушайте, идите отсюда. Я слышала, там за кулисами подкаст записывают. То есть ты серьезно думаешь, что мы в это поверим? Ваня, иди проверь. Я уже. Короче, че я думаю вообще по любому вопросу, да? Психотравмы, это окей. Кого из нас не била мать? Блин, Вань, да кому сейчас вообще интересны эти подкасты? Ну а современные девушки, это вообще что? Она говорит свое вот это «нет». Ну вот как ее не ударить? Так, быстро идите сюда. Я эмоционально выгорел. Да, мне нужен ретрит. Посмотри на них, жертвы скиллбокса. А наушники тебе зачем? Я слушаю аффирмации. О, ты тоже их слышишь? Я не сумасшедшая. Нет, ты сумасшедшая. И Регина красивее. И передача такси на ТНТ никогда не вернется. Нееееет. Ну что вы наделали? Вы сломали мне Сашу. Девки, расслабьтесь. А то вы уже не команда КВН, а фильм «Мачете». В смысле? Ну какая-то телка и Дэнни Треха. Ладно, хорошо, оставайтесь только вот без этих ваших приколов. Регина, конечно, мы же очень любим эту игру. КВН? Нет, камень-ножницы, поехали. Камень-ножницы, поехали! Ну ладно, постебались и хватит. Скажите спасибо, что не танцуем на отбивках. Дань, сейчас я играю. Объяви номер. Итак, представим. Очень толстая девочка шла и упала. Девушка, помогите, пожалуйста. Господи, раньше хоть на гитаре играли. Представьте, Куала впервые попробовала что-то, кроме эвкалипта. М-м-м, прикольно. Сёрфинг! Дамы и господа, представьте, тамада на космодроме. Гениально. Шаттл готов к отлёту. Начинаю обратный отчёт родственниками. Тесть. Деверь. Свёкр. Сват. Шест... Шестра. Пять. Так, стоять! Ну, ребят, ну чё это такое? Ну, 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 это же полный экстаз. Мигиночка, давай их оставим. Вон, как беременный мальчик, хорошо объявил. Ну, допустим. Но сначала проведём тест на доверие. Итак, ловите Сашу. Это что такое? Мы думали, она упадёт. Саша чемпионка России по челночному бегу. Она не падала со второго класса. Второй раз вы её тоже не поймали. Уходите. Ну уж нет. Я чемпион России по спортивной ходьбе. Лихачка какая. Ну чё? Чё? Есть тигры на телефоне? Я её поймал. Саш, ты чё не убежала? Региночка, от этого не убежишь. От этого убежишь, а от этого не убежишь. Ладно, тест вы прошли. Да и Саша вроде довольный. Может, молодёжь всё-таки не такая тупая, как я думаю? Да? А? А, то есть... ЧНАЗОС! Заканчиваем. Уважаемые члены жюри, все зачем-то просятся в одну четвёртую, хотя там и так уже много команд. Возьмите нас в полуфинал, а у вас там пока вообще ни одной команды нету. С вами была команда КВН Камбаламба. Маемся дурью, чтоб вам не пришлось. Ты мне руку протяни, сколько там тебя осталось, да я загонёк в тени. Спасибо, спасибо большое. Давайте же узнаем, что по поводу всей этой Камбаламбы думает жюри. Рубен Портивян. Девчонки, вы замечательные. Я вам советую продолжать играть дальше. И вы сами попросили, что в одной четвёртой больше команд. Я вам говорю нет в одной четвёртую, но в полуфинал я вам говорю да. Нет. Спасибо, Рубен. Ирина Ивинских. Очень симпатичная, по моему мнению, команда. И вы очень старались сегодня на сцене. И мне кажется, получилось весьма эмоционально. И тепло, и даже, мне кажется, временами задорно. Но хорошо бы, чтоб ещё было смешно. Я говорю нет. Вот те раз. Алексей Шальнов. Не всё сработало, как вы хотели. Такое бывает. Не расстраивайтесь. Это КВН. Я хочу сказать спасибо, что вы поднимаете такие свежие темы, как подкасты. Действительно, КВН на Ютубе. Надо самые популярные форматы Ютуба сюда внедрять. Я хочу просто вас поддержать и сказать вам да, чтобы вы продолжали использовать свежие темы. Спасибо вам. Надежда Ангарская. Я не знаю, что скажут мои друзья и коллеги здесь, но я вам вынуждена сказать нет. Спасибо. Это была команда Камба-Ламба. И, к сожалению, она не проходит в сезон Первой Лиги. Игорь, предлагаю продолжить нашу традицию. Зал, давайте поддержим ребят. Ребята, вы молодцы. Ребята, не сдавайтесь. Давайте же узнаем, сколько мест осталось в сезоне. Подпишись на телеграм-канал Первой Лиги и ты узнаешь, будет ли Первая Лига выходить на канале Аль Джазира. Или мы еще не настолько подружились с Ираном. А на сцене команда Неземная, РГСУ, Москва. Здравствуйте. На сцене будущие политики. И мы пришли говорить о социальных проблемах. Может решать? Либерал, что ли? Не, вы не подумайте. Мы хотим стать хорошими политиками. Например, как сын Зюганова. А никого не смущает, что у коммунистов династия? Да, это как-то не по-христиански. Анечка у нас зачем-то учится на международных отношениях. Да, записалась недавно на курсы китайского. Аль-хамду-ля-ля. Обманули по ходу. Бишан-тап-дуран-теп-е-жи. Ладно, мы хоть и студенты социального вуза, но с нами приехал такой асоциальный тип. А че от тебя девчонки бегают? Да нет, они за мной бегают. Я их просто уже на круг обогнал. Ну привет, перим. На сцене Дмитрия Головченко. Дим, пойми, сегодня нужно понравиться пермскому зрителю. Кирюш, да меня и так все любят. Вот ты меня любишь? Да. А вот так и все. Дим, ну раз ты такой любвеобильный, не знаю, подними в стране демографию. Кирюш, да как я тебе ее подниму, если у нас в стране только 3% за новых людей? Дим, ты постоянно выходишь на шанс? Да что, я просто вышла все, я ничего не ходила. Да что ж вы постоянно на людях-то ссоритесь? Да потому что нет у нас избы. Я тебе последний раз говорю, Дима, ты понимаешь меня? Опа, самая слабая из стаи. Это цель для Льва Головченко. Стартуем. А к сожалению, не все знают международный знак о помощи. Итак, в лифте. Четвертый этаж. Недавно в школах появился новый урок «Разговоры о важном». А это значит, что в скором времени может появиться и другой урок «Разговоры о неважном». Редиска со сметаной вкусно, с майонезом не очень, флешку 3 гигабайта, кстати, никогда не видел. Алена Апина «Мечта папина». Вот так вот рукой долго делать будете, рука устанет. Может, какие-то вопросы есть? Нет? Капец, вы скучные. Давно в КВН не было номеров про представителей древнейшей профессии. Итак, ВиДжей на музыкальном канале. Йоу! Всем привет! С вами я, ВиДжей Чат. И сегодня у нас будет горячо. Ведь если вы меня смотрите, значит, вы сейчас стрижетесь. Добро пожаловать на нашу огненную девятьсот пятидесятку. Лучший клип в этой неделе, где на двести тридцать четвертом месте уютно расположились. Нету, не вы, а Five Star Family со своим свежим хитом «Я буду». Ну что, послушаем? Лично я буду. Ну что, дорогие друзья, этот 3048 эфир для меня завершился. Всем пока-пока. Ведущий передачи «Жди меня» позволил себе немножечко больше. Итак, вы 20 лет искали своего родственника, обратились к нам в передачу, и мы нашли его за неделю. Нет, прикиньте, за неделю, серьезно, то есть вы 20 лет со своим балбесом урыжились, а мы хоп-хоп, дэйм, и за неделю нашли. И знаете, что нам в этом помогло? Не поверите, Яндекс Браузер. Просто вот этими лапками в поиск вбили. Потерял и Павел Сергеевич первый в списке вылетел. Он был онлайн в Одноклассниках, вы в курсе вообще? Он на фотках в той же куртке, в которой пропал. Вы что? Мужик просто меховую штуку вот этого от капюшона оторвал, вы его 20 лет искали. Куда это вообще? Все, идите, вон выход. Видите, как удобно? И не надо даже 20 лет мурыжиться. Вон, пожалуйста. А все мы видели в торговых центрах магазины коллекционных ножей и удивлялись, кто-то к ним вообще заходит. Мужик, я чувствую, тебе нужен нож с драконом тысяч за 7,40. Чаоо! Да не, не надо, спасибо. Э, ну купи у меня что-нибудь, пожалуйста. Я все эти деньги отправляю на благотворительность. В детский дом, где мой сыночка любимый растет. А нафига у тебя сын в детдоме? А нафига ему отец продавец ножей? Я тебе сейчас сказал, уйди. Не, ну раз такое дело, давай куплю у тебя нож. Ага, конечно, сейчас пойдешь еще парнюшка вон день. Отошелся! Да что ты делаешь, что у меня никого нет? Я знаю, я просто тренируюсь. Вдруг на меня нападет кот, ну или ребенок. Ой, короче, все. Э, мужик, мужик, постой, мужик! От меня без ножа еще никто не уходил. Слышь, мужик, а если бы ты попал? Да никогда не попадал, честное слово, никогда. Нарисуй для меня маршрут, самый долгий и сложный путь. Нам с тобой найдется место, где угодно, но не тут. Дим, ты понимаешь, что вот из-за такого поведения вот сейчас в конце кто-нибудь из членов жюри скажет нам нет? Вон, например, Маркони. Маркони? Как так-то, брат? Мы с тобой всю жизнь в один барбершоп ходим. То есть ты хочешь, чтобы мы грустные сели в самолет, позвали стюарда и сказали ему, мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. Большие города Дима! Ну успокойся, ты опять все испортил. Релакс, Кирюха, как испорчил, так и исправлю. Несите мне розы. Ароматы ванили, сладкой воды клубы Надо мной проплываю, пропадая вдали. Соблетаются косы Виноградной лозы Капец, он пафосно курить ушел. Да ему, походу, вообще этот КВН не нужен. А вот это он, кстати, зря. Никогда не знаешь, в какой момент жизни тебе может пригодиться КВН. А как у вас сейчас свиданка получилась? У нас же только через месяц положено свидание. У нас был здесь КВН, ну и я участвовал в нем. КВН? Ты участвовал? Да ладно. Вот, друзья, неземная, спасибо. А дождь на окнах рисует, спасибо. Напоминая о твоих, спасибо. Чем не рискует, спасибо. Я ж вам не давал вроде. Сигареты забыл. А для вас выступали единственные политики, над которыми можно смеяться. А Песков? А, и Песков еще, да. Неземная, спасибо. Спасибо. Команда сделала, что могла, а сейчас жюри скажет, что хочет. Ирина Ивинских. Не знаю, друзья, как вы, как политики. Очень верю в то, что вы будете политиками, у вас все получится. Но мне кажется, сегодня у вас получилось. Весьма задорно, так весело, бодренько. И зал хорошо реагировал. Я говорю, да. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Шальнов. Честно скажу, мне не понравилось ваше выступление. В конце только было действительно смешно. Объясню почему. Я знаю, что вы вот в таком составе в первый раз сегодня, да? И очень много я увидел миниатюр, собранных из разных команд. Из наших же команд. Хорошо. Я просто увидел шутку своей команды даже. Ну ладно. Я, получается, с вами, пацаны. Так мы же в одной играли. Да-да-да, точно. Что я хочу сказать. Мне не понравилось выступление. Но я знаю, что вы давно играете. И вам нужен этот сезон для того, чтобы обкатать материал вот таким составом. Я в вас верю. И вот сейчас то, что я скажу, пожалуйста, пусть это будет не зря. Я вам говорю, да. Спасибо, Лед. Спасибо. Спасибо. Что скажет Надежда Ангарская? Я долго говорить не буду, ребят. Привет. Вынуждена в этой ситуации все-таки уже сравнивать. Потому что идет исход тех мест, которые остались. И, знаете, я не буду лукавить, если я вам скажу сейчас следующее слово. Потому что хочется по сравнению, например, даже с Иркутском. Ну вот мне приходится сравнивать. Вот тогда я им должна была сказать да. Если вдруг, я вам бы тоже сказала это же. Поэтому я вам говорю нет. Спасибо. Владимир Маркони. Да. Спасибо. Спасибо, Володя. Рубен Портивян. Где-то согласен со словами Алексея, Надежды. Но я не могу вам сказать нет. Да. Спасибо. Спасибо. Вы сами все слышали. Команда Неземная проходит в сезон Первой Лиги. Спасибо. Спасибо. Команда КВН Неземная РГСУ благодарит ректора Российского государственного социального университета Хазина Андрея Леонидовича. А также проректора по молодежной политике и воспитательной работе Саркисова Георгия Вартановича и руководителя дирекции молодежной политики и воспитательной работы Уваркина Дениса Александровича. С вами была Лена Углева, NFT-хозяйка Первой Лиги. До скорого. Спасибо. Я думаю, что это уже можно считать традицией узнавать, сколько же мест осталось в сезоне. Мы с вами увидели все выступления на сегодня. А теперь я приглашаю все команды пятой отборочной игры на сцену. Мы победители. Это время первое. Молодец, что время нет. Это время первое. Помню стремления. Это время первое. Как ты хочешь стать легендой. Это время первое. Это время первое. Это время первое. Аплодисменты. Аплодисменты. Первая Лига благодарит правительство Пермского края и лично губернатора Махонина Дмитрия Николаевича за всестороннюю поддержку, а также всех жителей Пермского края за теплый прием. И не забудьте, что сегодняшняя игра, как и все три сезона Первой Лиги, посвящены 300-летию Перми. Спасибо большое. А у меня отличная новость для участников команд. Им больше не нужно тратить время, чтобы прифотошопить Игоря Азнобихина к их фотографии. Ведь сейчас время для нашей традиции. Общего фотокоманд с ведущим. Это была пятая 1-8 Первой Лиги сезона 2024. Юбилей Перми уже прошел, но на атмосфере это не сказалось вообще ни капли. В Перми все так же ярко и все так же круто. А все потому, что настало время... День Рима! АПЛОДИСМЕНТЫ